И в продолжении деловых новостей. Владельцам миллионов кафе, завлекающих клиентов фразой «У нас есть Wi-Fi», в скором времени, вероятно, придется сменить табличку. В Шотландии успешно испытали новую технологию беспроводного интернета Li-Fi, где сигнал передается не радиоволнами, а светом. Разработчики вовсю расписывают преимущества, чтобы войти в сеть достаточно обыкновенной светодиодной лампочки. При этом связь намного надежнее, скорость выше, а для организма никакого вреда. Антон Вольский проверил. Интернет из лампочки теперь уже не фантастика. Для нового типа беспроводного соединения не нужен никакой Wi-Fi роутер. Интернет-кабель вставляется просто в светодиодный светильник. Для того, чтобы продемонстрировать принцип работы сетей Li-Fi, мы подключили веб-камеру вот на этом компьютере через источник света на тот компьютер. Причем, обратите внимание, если я закрываю свет рукой, сразу передача данных останавливается, изображение замерзает, это значит, что данные не передаются. Но стоит мне светить на приемник прямым или даже отраженным светом, канал восстанавливается и по нему можно передавать даже видео высокого разрешения. Новый тип связи обеспечивает передачу данных в 15 раз быстрее, чем через самый современный Wi-Fi. Светодиодные лампы способны мерцать со скоростью миллиона раз в секунду, словно азбукой морз, запередавая нули и единицы на расстоянии. Человеческий глаз такого мерцания не улавливает, поэтому одна и та же лампа может освещать помещение и передавать интернет. В лабораторных условиях скорость передачи данных через световой поток достигает 10 гигабит в секунду. Белый свет раскладывают на три спектра — синий, зеленый и красный. Каждый способен передавать данные на скорости около 3,5 гигабит, что при сложении и дает невероятный результат. Можно говорить о революции в передаче данных. Wi-Fi может работать не везде, а свет есть в каждом помещении. Даже под водой можно его использовать. В будущем можно будет подключить интернет в каждой лампочке. Создатели Li-Fi утверждают, что световые сети гораздо безопаснее Wi-Fi и надежно защищены от взлома. Чтобы подключиться к ним, необходимо находиться в помещении, видеть источник света. За стенкой сеть уже недоступна. К тому же, в отличие от радиочастот, свет не создает электромагнитное поле и, соответственно, безопасен для организма. Антон Вольский, Максим Катаев, Марина Романова, НТВ, Эдинбург.